Приветствую вас! Я как менеджер работаю не только со своей командой, но и веду прямую коммуникацию с заказчиком. Поэтому сегодня я хотела бы поделиться с вами основными принципами, которые я использую в работе, и благодаря которым моя команда показывает наилучший результат, а заказчик получает качественные и профессиональные услуги. Ну что, поехали? Итак, первый принцип. Ошибки неизбежны, их нужно признавать. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Все мы люди и каждому свойственно допускать ошибку. Главное – это то, как отнестись к произошедшему. А дальше все будет зависеть от того, что вы предпримите после ошибки. Кто-то может утаить, а кто-то придет и поделится этим. Моя позиция заключается в том, что с признания начинается исправление. Я работаю по этому принципу и с заказчиками, и со своими коллегами. Общественное мнение гласит, что если ты допустил ошибку, значит будешь наказан. Ну, этот стереотип нам навеяли еще с детства. Но во взрослом мире, если ты допускаешь ошибку и признаешься в этом, наказание не будет. При этом ответственность остается за сотрудником. Мои сотрудники знают, что любую ошибку можно исправить, если о ней сообщить вовремя. Поэтому на всех проектах я ввела правила оптимизации. Суть заключается в следующем. Если сотрудники видят, что что-то работает не так, либо в будущем может привести к ошибке, они сразу же сообщают мне. И вместе мы разрабатываем варианты решения. А лучшие варианты мы поощряем. Второй принцип. Не бойся нового. Никогда не стоит отказываться пробовать что-то новое. Это расширяет наш кругозор. Но нужно морально также быть готовым к тому, что не каждый эксперимент может завершиться успехом. Так, к примеру, несколько лет назад мы решили перевести один из проектов на темную-темную сторону удаленки. Но эксперимент не оправдал себя ввиду специфики этого направления. На тот момент мы вынуждены были отказаться от этого эксперимента. Благодаря ему мы смогли разработать те профили проектов, которые подходят к работе на удаленном режиме. И уже в момент пандемии мы с легкостью смогли перевести 80% сотрудников без потерь результата и финансовых потерь. Если ваш эксперимент не показал нужный результат, не стоит отчаиваться. Пропишите те обстоятельства, которые повлияли на невыполнение результата. Проработайте проблемные зоны, и я уверена, что придет время для ее реализации. Еще одним экспериментом у меня была реализация проекта «Тайный клиент» на проекте продаж, где у оператора и менеджера в офисе были определенные совместные цели. Это выдача кредита и качественное обслуживание. Задача операторов заключалась в том, что им необходимо было прийти в отделение заказчика в роли тайного клиента, где они самостоятельно могли бы оценить профессиональные, поведенческие качества менеджера, достоверность и полноту предоставляемой информации. Для себя мы замерили полный цикл и выявили те факторы, которые могут влиять на результат. Мы поделились обратной связью с заказчиком, и благодаря этому мы изменили весь цикл работы проекта, начиная от формирования выборки клиента до выдачи кредита в отделении. Плюс мы запустили дополнительные обзвоны по улучшению клиент-ориентированности. Таким образом, мы для заказчика стали точкой контроля качества работы его же сотрудников. Благодаря этому процент удовлетворенности клиента вырос до 81%, количество выданных кредитов выросло до 34%, а для заказчика каждый выданный кредит стал практически в два раза дешевле. Казалось бы, мы вышли за рамки офиса, но эта идея для нас была чем-то новым. Будь позитивным! Мировые исследования неоднократно уже доказывали, что эмоциональное состояние положительно сказывается на бизнесе и на результате. Важно понимать, что эмоциональный настрой всегда передается воздушно-капельным путем, поэтому если без настроения проект-менеджер, без настроения и весь отдел. Предлагаю сейчас действия моего принципа разобрать на примере. Итак, есть две Татьяны. Татьяна – оптимист и Татьяна – пессимист. Таня, здравствуйте! На сейчас корпоратив не подтверждаю. Сделайте результат 110%, поговорим. Ваши пожелания услышал. Я стараюсь своих коллег учить читать письма только с позитивным настроем. Ведь хорошее настроение – это залог классных идей и выполнение всех результатов. Другими словами, боевой настрой. В комплексе все эти принципы приводят к одному моему правилу. Главное – успех проекта. Включайте фантазию. Делайте так, чтобы вашим сотрудникам интересно было работать, а заказчику приятно наблюдать за результатами.